Актуальная тема, много вопросов по ней. Спасибо большое, здравствуйте еще раз всем. И слышно меня, напишите, пожалуйста. Да, Диана, мы вас слышим, но не видим, вам нужно еще раз нажать на Start Sharing. А, окей, нажала немножко. Вот теперь видим, Диана, добрый вечер, Диана. Да, и я думаю, что мое выступление будет в первую очередь актуально для молодых педагогов, которые только начинают свои шаги, потому что все-таки для нас экзамен это тоже является своего рода стрессом, когда ты первый раз готовишь ребенка, ты тоже, да, как сказал предыдущий спикер, ты сам знаешь язык, ты сам сдавал этот экзамен, но вот в твоей голове вроде бы все есть, а как выдать, как максимально помочь ребенку, ты тоже не знаешь. И я поделюсь своими советами, возможно, кому-то из молодых и начинающих они чем-то помогут. И конкретно остановлюсь на разделе письмо, да, почему я выбрала письмо и почему я начала с него вообще. У меня так сложилось, что дети, которых я выпускаю, я, в принципе, у них веду только первый год. И, соответственно, когда мне сказали, ты будешь готовить детей к экзамену, сразу же возник вопрос, как, что делать. И мои более опытные коллеги посоветовали мне начинать с письма, сказали, заходи на сайт ФИПИ, бери все темы, которые там есть и начинай прописывать с детьми каждую неделю минимум одно письмо. Окей, значит, я учила этот совет и решила просмотреть вообще, как будет оцениваться само письмо, чтобы знать, к чему быть готовы, да, по каким критериям мне нужно готовить детей. И давайте с вами вспомним тоже одновременно. Критерии оценивания следующие. Это решение коммуникативной задачи, организация текста, лексико-грамматическое оформление и орфография и пунктуация. И если с вами как-то грамматику и лексику, да, мы проходим на уроках постоянно, то, я думаю, мало кто уделяет слишком большое внимание решению именно коммуникативной задачи, да, пунктуации и вообще правилам оформления письма, поскольку в программе не предусмотрено достаточно количество времени для этого. После того, как мы с коллегами, да, решили совместно, потому что все-таки я опираюсь на их опыт в том числе, что мы начнем именно с письма, мы написали пробное письмо без предварительного объяснения, чтобы вообще дети показали, на что они способны. И вот какие проблемы выяснились, обнаружились, да, у моих учеников. Это незнание правил оформления, недостаточное количество слов, грамматические и лексические ошибки, разумеется, без них никуда, и незнание пунктуации в английском языке. То есть обратите внимание, да, по каким критериям оценивается, и что является слабым местом у детей. Вот как раз-таки все то, да, почему детей оценивают. Ну и было принято решение работать так, чтобы на экзамене это не слишком-то сильно помешало детям. Мы выбрали работу, да, опять-таки, почему говорю мы, все-таки очень благодарны своим более опытным коллегам, которые никогда не отказывают мне в помощи и всегда направляют и советуют. Вот такое пособие. Я думаю, все его знают, все с ним знакомы. Это Exam Skills for Russia. УГ по английскому языку практическая подготовка. И в этой практической подготовке, да, именно в разделе «Письмо» упражнения расположены от простого к сложному, как всегда. Есть и тестовые упражнения, есть упражнения, где уже нужно применить порученные знания. То есть у ребенка есть вся возможность выучить, закрепить и раскрыть свои скрытые, может быть, где-то знания. Давайте начнем именно с правил оформления, какие есть упражнения и как можно их отрабатывать, потому что, как я уже ранее сказала, именно правила оформления, именно коммуникативная задача лично у меня стояли в приоритете к подготовке, потому что на обычных уроках этому не уделяется достаточное количество внимания. Итак, упражнения могут быть расположены вот таким у нас образом. Некоторые тестовые, да, даются несколько вариантов, например, шапки оформления письма на выбор детям. Естественно, мы с ним все это заучили, как я модернизировала это упражнение для того, чтобы просто отработать. Я нарезала для каждого ребенка по 10 карточек, написала разные варианты отрисов, среди которых было два правильных, остальные неправильные. И их задача была мне описать, да, точнее показать, что правильное, и то, что неправильное, одновременно исправить. Таким образом, еще раз закрепив тот материал, который мы уже с ними выучили. Далее, выучили, значит, как приветствовать, как писать адрес, учимся, как прощаться. И детям также предложены различные упражнения, где нужно вставить недостающие слова, вы можете посмотреть вот это упражнение А3. И также сразу предложены варианты прощания. Все 5 мы сразу с ними заучили, сразу оговорюсь, что все вот эти варианты, да, и приветствия, и прощания мы с детьми заучиваем. Потому что даже самые знающие дети, мало ли как, они поведут себя на экзамене, что у них возникнет. Ну, наверное, если что-то заученное в голове есть, то все-таки будет как-то проще с этим. После того, как дети все выучили, приветствия, прощания, начинаем применять. Применять вот в таких упражнениях, как, например, смотрите, упражнение 4, да, мы можем с вами видеть здесь. Здесь у нас дано тело письма, нужно вставить адрес, нужно приветствия. Еще раз закрепляем и переходим уже к упражнениям, направленным непосредственно на полное написание письма. Еще раз читаем тему письма, еще раз повторяем writing plan, потому что, оказывается, у людей тоже большая проблема с тем, что, зачем писать. Для этого в пособии расположен именно такой план, он встречается неоднократно, но я вот здесь, к сожалению, у себя в презентации только один раз отразила, но думаю, что вам понятно примерно суть. Как еще я отрабатывала с детьми writing plan? Мы брали, также я беру, точнее, сама делала карточки, писала, и они должны были мне в правильном порядке расположить, что, зачем в письме следует писать. По-моему, очень эффективно. Вот, и далее, когда мы уже заучили план письма, заучили приветствие, заучили прощание, собственно, приступаем. Do the exam task. Вот, уже полностью идет отработка. Собственно, упражнений, направленных на отработку написания, на правила оформления, достаточно много. И также очень полезна здесь, я считаю, вещь, это решение коммуникативной задачи, да, потому что, оказывается, некоторые дети не умеют этого делать. Я не знаю, будет ли вам видно на этом слайде или нет, чем-то я не вижу здесь, как я могу увеличить. Но, если кому-то не видно, прошу прощения, попытаюсь объяснить. Значит, коммуникативная задача. Подробно разбираются вопросы, какие могут быть заданы детям, и варианты ответов, которые они могут предложить. Первый вопрос. Везде, как вы знаете, наверное, многие из вас, да, знакомы с этим пособием, расположены рамочки. Remember. Вот, и первая рамочка remember. Если дети видят вопрос, который начинается what do you think of, или what would you do if, значит, это expressing your opinion. Их попросят выразить свое собственное мнение. Что предложено в упражнении? В упражнении сразу же нам даны 6 вариантов начала ответа на эти вопросы. Все эти 6 вариантов мы сразу же с детьми заучиваем, как клише, чтобы они это знали, чтобы они это умели. Мало ли, может быть, там где-то даже пригодится добрать одно слово, да, потому что можно сказать, in my opinion, можно сказать, I believe. Количество слов немного разное, да, может кому-то пригодится. Далее. Научились и закрепляем сразу же вот эти клише в вопросах, предложенных ниже. В упражнении дано всего 6 вопросов, но опять-таки, кто мешает нам сделать больше, да, самостоятельно, раздать нашим детям и отрабатывать далее уже это упражнение с речевыми клише, которые мы заучили. Дальше. Что встречается детям? Дальше пишется нам, если попадаются вопросы, what do you like, do you prefer this or that, значит это expressing your preferences. И объясняется детям, даются варианты ответов, как отвечать именно на такие вопросы. Также здесь, я считаю, есть немножечко полезной грамматики, потому что в конце этой странички есть граммочка useful language, где даются именно опять-таки начала, именно начало ответов на эти вопросы, да. I like this much more than that, I prefer this to that, I prefer doing this to doing that. Это тоже своего рода грамматика, потому что, как мы с вами помним, у нас не все дети только целенаправленно идут сдавать УГЭ. Некоторые у меня, например, есть ученики, которые проснулись и решили why not. И для них, для нас, может быть, эта грамматика кажется легкой, но для них совершенно нет. И они заучивают вот это вот начало и говорят, вау, а я не знал. Оказывается так. Так, и дальше, вот мы с вами выучили до начала ответа, и опять-таки вопросы, в которых мы отрабатываем этот вариант ответа. Еще раз, всего лишь шесть вопросов, но я делаю отдельно для того, чтобы у детей просто набилась рука. Последний вариант вопроса это making suggestions. Также детям объясняют, как выглядят такие вопросы. Это what do you think I should do? Should I do something? И опять, начинает, дается начало ответа на каждый вопрос. Why not, why don't, I suggest. И здесь мы тоже можем обсудить некоторую грамматику, что после why not у нас используется глагол, после why don't подлежащий только потом глагол. Не все дети это знают, хочу заметить. I suggest doing, значит, я советую делать тебе это вместе со мной. I suggest you do, я советую тебе сделать это с кем-то. Это тоже, я считаю, очень полезная информация, и в том числе грамматическая. В процессе того, как мы работаем одновременно над коммуникативной задачей, мы обсуждаем грамматику. И вот после того, как мы с детьми обсудили типы вопросов, которые могут им попасться на экзамене, мы еще раз им напоминаем, что не просто так, да, мы отвечаем на вопрос, мы обязательно объясняем причину. Given reasons, потому что это у нас добор слов. Вот. И учимся давать given reasons, на которые также есть упражнения в данном пособии. И последнее, что мне хотелось бы отметить, это пунктуация. Пунктуацию я вообще лично считаю проблемной, потому что сколько я помню в школе я училась, сколько сейчас я, да, пусть немного, но преподаю, не уделяется достаточного количества внимания именно пунктуации в английском языке. Поэтому, конечно, этот вопрос требует нашего внимания, мы должны выдать информацию полностью детям. И в пособии представлено упражнение на отработку. Упражнение какого плана? Именно плана, знаете, немножко почувствовать себя учителем и исправить ошибки. Если вы обратите внимание, дано письмо, и в письме ребенок должен исправить ошибки, все пунктационные, вот, и ошибки именно в письме, да, в написании, что дает ему возможность максимально проработать, потому что мы с вами знаем, что мы, учителя, прежде чем научить других, должны самостоятельно выучить все. Вот так же и дети, чтобы исправить вот этот неправильный текст, еще раз максимально должны вспомнить всю информацию, которую мы им с вами предоставили. Собственно, на этом, наверное, буду заканчивать свое выступление. Буду рада, если кому-то из моих молодых начинающих коллег, моя информация была полезна, если кто-то из более опытных тоже нашел что-то для себя. Замечательно, большое спасибо за возможность выступить. Немного волновалась, потому что все-таки первый раз, но думаю, мы с вами еще встретимся, и все пройдет получше. Куда уж лучше, Диана, спасибо вам огромное, несмотря на позднее время и проведенные уже уроки, потому что, еще раз подчеркну, что Диана, наоборот, с уроков вернулась домой. Я думаю, вы сами тоже довольны выступлением. Спасибо большое, что поделились опытом, что показали, как вы еще добавляете, и я думаю, что это действительно было полезно не только вашим ровесникам, коллегам, которые только начинают свою педагогическую карьеру, ну и всем нам. Большое спасибо, удачи вам в дальнейшем, хороших учеников мы пожелаем, и, конечно же, до новых встреч. Тоже надеюсь, что будем встречаться. Спасибо большое, Диана. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok